Что касается Китая, давайте с Китая начнем. Китай заставил, по сути дела, Российскую Федерацию забыть про ядерное оружие собственное и про угрозы применения этого ядерного оружия. Тут важный момент, надо отметить, Владимир Путин любит и хочет жить. Он не псих и не фанатик, ядерное оружие для него это лишь способ достижения цели, он не мечтает о ядерном апокалипсисе. Если бы мечтал, бы уже, наверное, его бы устроил. Тактическое оружие ядерное, грязная бомба против Украины, это, пожалуйста, Владимир Путин это с легкостью может применить, он много раз об этом говорил, но вот термоядерную войну против США он вступать не готов, не собирается он умирать и хранить всю свою семью, не хочет он этого. Вот чуть-чуть помелочь, это пожалуйста. То есть угроза применить термоядерное, извиняюсь, тактическое ядерное оружие против Украины долгое время была главным средством запугивания Запада и вообще главным средством давления со стороны России на коллективный Запад. Многие, кстати, часто спрашивают, спрашивали и до сих пор спрашивают, вот почему Запад не дает Украине танки, истребители, систему ПВО Патриот, ракеты Атакумс и так далее, будут самые тяжелые виды вооружения. Давно же пора это дать, я, кстати, согласен, действительно давно пора дать, но Запад этого не предоставляет Украине из-за постоянных угроз России нанести тактический ядерный удар вот по этим танкам, по этим самолетам или просто по украинским городам и так далее. Россия, говорится, я подозреваю по каким-то закрытым каналам, что если вы начнете передавать Украине тяжелое вооружение, у нас не будет другого выбора, кроме как нанести вот такой ядерный удар, поскольку передача таких тяжелых вооружений будет уже угрозой существованию Российской Федерации как таковой, и мы поэтому вынуждены будем применить атомную бомбу. Небольшую, но все равно атомную. Поэтому, собственно, я подозреваю, опасаясь вот этих исполнений этих угроз, Запад так долго тянет, тянул, правильнее сказать, потому что угроза ядерного применения, даже тактического ядерного оружия для Запада это супер-пупер-мега-ультра-серьезно. Даже 1% вероятности такого применения для Запада это слишком опасно, слишком много. Поэтому угрозу применения Россией ядерного оружия нужно было как-то убрать, снять ее, нивелировать, отодвинуть, ликвидировать. Вот для этого Западу и понадобился Китай и Си Цзиньпинь, потому что именно Китай мог и вообще является по сути единственной страной, которая вот так может повлиять на Владимира Путина и заставить его делать что-то или чего-то не делать. Поэтому запрет применения ядерного оружия, который китайцы, и даже не применение, угроз применения ядерного оружия со стороны Китая в адрес России, это можно назвать главной американской санкцией. То есть американцы потребовали от Китая, чтобы Китай запретил Путину даже разговоры вести о применении ядерного оружия. И, знаете, Путин, в общем-то, прекратил. Смотрите, что получилось, вот как вообще, если эту ситуацию в комплексе рассматривать. Путин в самые первые дни начала войны крупномасштабный объявил, что если кто-то попытается нам помешать, то мы обрушим там, ну, в общем, он намекнул на ядерное оружие, что мы, типа, атакуем тех, кто пытается нам помешать ядерными бомбами. Потом он грозил использовать все имеющиеся средства для защиты оккупированных территорий Украины. Об этом он, это грозился он еще 21 сентября, не так давно, когда говорил о массовой мобилизации, объявлял массовую мобилизацию. Кроме того, он пригрозил западным странам какой-то розой ветров, которая может подуть в их направлении и туда-сюда. Короче говоря, тоже обещал, грозил западному миру ядерным заражением радиоактивными отходами или, там, продуктами радиоактивного распада после применения ядерной бомбы на территорию Украины. Путин говорил, что это не блеф, а потом еще спустя месяц провел учение стратегических ядерных сил «Гром-2022», в котором, там, типа, имитировалось начало ядерной войны. Медведев, этот пьяный психопат, 27 сентября заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Кроме того, он сказал, что будет применяться ядерная бомба против украинского режима и что НАТО в этом случае вмешиваться не будет, потому что для НАТО себя любит больше, чем Украину, и поэтому для безопасности Вашингтона и Брюсселя, в общем, не будет НАТО вмешиваться. 1 ноября, за буквально неделю до сдачи Херсона, Медведев объявил, что, цитата, «отторжение российских территорий станет основанием для применения ядерного оружия», ядерной доктрины, но в которой включается применение ядерного оружия. Но потом, вот, то есть они все ядерное оружие, ядерное оружие с утра до вечера, а потом на саммите ОСЕАН, 10-13 ноября он прошел, глава китайской делегации, премьер-министр Китая Ли Кэ Тян выступил с критикой ядерной риторики, назвал безответственными угрозой применения ядерного оружия. Потом Си Цзиньпинь еще несколько раз что-то такое говорил, что, типа, ни в коем случае в Европе нельзя применять атомную бомбу. А потом, во время саммита большой двадцатки на Бали, единственным министром, вообще единственным иностранным представителем, с которым встретился Лавров, был китайский министр иностранных дел Ван И. И это, значит, Ван И, судя по всему, спередал через Лаврова Путину, что ты, типа, про ядерное свои это самое, хлебальник-то закрой, пожалуйста, свой дорогой, и вообще и молчи, сиди помалкивай, потому что мы тебе устроим очень нехорошую жизнь, если ты в этом смысле не заткнешься. И все, слушайте, после окрика из Китая вот ни разу ни Путин, ни Медведев, ну, конечно, там какие-то шавки помельчат, там гавкают на эту тему, заткнулись просто по поводу ядерного оружия, ничего не говорят. А это, я напомню, вот прекращение ядерной риторики и уж тем более угроз применения ядерного оружия было главным требованием Соединенных Штатов. Потому что американцев очень беспокоят постоянные разговоры о применении возможного ядерного оружия. И американское правительство, и американские элиты приходят от этого в нервное состояние. Чтобы они не приходили, они сказали китайцам, китайцы, заткните этого дурака. Китайцы через Лаврова, Иван И заткнули. Все. Помимо этого, да, помимо этого. То есть уже больше нет разговоров о том, что, обратите внимание, Россия ничего не говорит про применение ядерного оружия больше. Помимо этого, Китай резко сократил, конечно, и закупки российской нефти. Китай отказался поставлять в прежних объемах в России микрочипы. И, кстати, даже автомобили для ГАИ, то есть для ГИБДД российского, они хотели купить машины у китайцев, китайцы не продали. То есть вот такие санкции тоже китайцы ввели. Но главное, это, конечно, ядерная история. Это фундаментально важный момент. У ядовитой змеи, которая вот всем показывала свое жало, демонстрировала, ее это жало вырвали. Ядовитые зубы, да, вырвали. Теперь, конечно, Россия все равно еще представляет, как змея, вот эту опасность, да. Но главного оружия, то, чем она сильнее всего угрожала, больше уже нет. То есть роль Китая, китайской вот этой санкции, если так можно назвать, усмирения Владимира Путина просто огромна. Она очень-очень важна. Поэтому, я думаю, американцы сейчас не дадут пойти Си Цзиньпиню ко дну. Помогут ему и деньгами, может быть, и вакциной, может, еще что-нибудь пообещают. Потому что для них, для американцев Си Цзиньпинь сейчас выполняет очень важную функцию намордника на Владимире Путине. Еще вот что, смотрите, как интересненько так совпало, совершенно случайно, да, совпало то, что Блумберг уже после вот этих всех, всей этой истории с китайцами, россиянами и ядерным оружием написал, что Украина в ближайшие дни может, не дни, в ближайшее время, скажем так, может получить очень крутые виды вооружения, самолеты МиГ-29 или даже F-16, а также комплексы ПВО Патриот. То есть вот раньше, когда Путин и Медведев много говорили про ядерное оружие, про такие виды авиации и ПВО даже вообще заиказано, мечтать было нелепо, да, а сейчас вот, пожалуйста, уже можно говорить об этом. Даже американские СМИ сообщают, что вполне вероятно такое оружие будет в Украину все-таки поставлено. Раньше об этом речи быть не могло, да, и американцы даже союзникам своим не разрешали делиться с Украиной такими видами оружия. Ну вот после 15 ноября, после встречи Байдена в Си Цзиньпине, после китайских заявлений насчет ядерного оружия, после наступившего молчания россиян, вдруг выяснилось, что можно такое оружие уже рассматривается к поставкам Украины. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.